Лобухор родился в 1926 году, 25 сентября. Прожил он пару недель меньше до 1989 года. Человек, который с детства видел очень много трудностей в своей жизни. Мы все знаем, его юные годы проходились в 30-е годы. Голод, холод, тяжелые болезни, тихо. Несмотря на то, что в семье, большая семья, семена братья и сестры. Наши дорогие, самые старшие, это был покойный Млоборис Инаевич. Дай Бог здоровья, Млобор Ильич и Новый Цепутин. Дай Бог здоровья сестрам Шошана, Рена, Зина и покойная Раина. Млоборис, он с детства, после окончания школы, с 7 классов закончил, чтобы поддержать родителей. Он начинает свою трудовую деятельность, учиться на сапожниках. Но так как он любил учиться, он поступает в институт, заканчивает дни отлично. И с 1946 года он начинает быть преподавателем в городе Самарканде в 26-й школе. За его честность, за его доброту, за его скромность и серьезность к работе, его выбирают представители комитета премсоюза в школе. За короткое время он становится, Андрей Грязи, со своей мудростью, правой рукой директора. И так продолжает быть и учителем, и завучим в школе. И чувствовать каждого ребенка не как ученик, а как своего дитя. Если посмотреть, за 46 лет его работы, у него тысячи вечеринок учеников. И эти ученики, которые, им уже возраст где-то 75-80 лет, у них уже есть свои дети, свои внуки, свои праднуки, они все считаются учениками Бориса Ильяновича. Борис Ильянович, он родился в религиозной семье. Его отец, да, командир Борис Ильянович, но его имя было...